Возможно, кто-то меня сейчас даже не узнал. Рубашка, пиджак, меняют людей. Но ролик обязывает. Я, наверное, уже созрел. Созрел не в плане возраста, а в плане того, чтобы рассказать, как правильно пить коньяк. Именно свою точку зрения. Я не претендую на какую-то абсолютную истину. Я говорю так, как я считаю нужным. Слишком много было за все время комментариев. Вот взял бы, да рассказал бы, как правильно пить коньяк. Вот сейчас возьму и расскажу, как надо пить коньяк. Кстати, скажите, как пиджаки и рубашки мне лучше? Или в майке останется? Неформальная обстановка. Канал Дистиллят ТВ. Ну вы поняли, да, о чем я, что это именно тут. Всем привет. В интернете существует огромное количество разнообразных роликов, ритуалов, как правильно пить коньяк. Если вы поедете на экскурсию на какой-нибудь армянский завод, вам обязательно дадут огромный снифтер в руки, нальют туда коньяк, заставят присосаться своей ладонью ко дну бокала и держать долго-долго, чтобы коньяк взял температуру вашего тела. Ну или вдруг там, может вы какой-то аномальный человек и закипит бокал с коньяком. По поводу этого метода я сразу скажу так. Если коньяк принимает температуру вашего тела, то воспринимать ароматику коньяка практически становится невозможно. Такое ощущение, что в бокале у вас факел. Для чего это делается? Ну я думаю, прежде всего, чтобы сделать побольше каких-то элементов в этом ритуале, чтобы вам намного дольше запомнилась эта обстановка, как вы стояли, колыхали этот бокал, как считали ножки на стенках бокала, сколько лет эти ножки показывают. В общем, много-много разных стереотипов, но я в своем ролике, пожалуй, скажу 4. 4 главных правила. Последнее я скажу в самом конце. 3 главных правила. Правило номер 1. Если мы уже затронули температуру, то надо сказать. На мой взгляд, я буду часто говорить на мой взгляд, чтобы потом никто мне не предъявлял по этому поводу. Температура 20-25 градусов это идеальная температура подачи коньяка. Именно при этой температуре вы услышите всю гамму ароматов и вкусов. Правило номер 2. Какая может быть посуда при употреблении коньяка? Начнем давайте со снифтеров. Вот такие вот огромнейшие бокалы. Они могут быть разной формы. Разнообразная форма емкости, но суть одна. На большая площадь испарений стоит употреблять только очень взрослые коньяки. От 20 лет. Именно качественные коньяки. Вот тогда там вся гамма вкусов и ароматов открывается по полной программе. Если вы нальете в этот бокал версию КВ, тройку, пятерку, вы получите опять же факел. С которым можно заходить в подземелье практически и освещать себе дорогу. Другая крайность. Существуют вот такие бокалы. Данный бокал это из набора Арарат, Ани коньяк у меня был. И в одно время я очень-очень любил эти бокалы. Эти бокалы сразу скажу. Для ньюмейков, для чач, для разнообразных белых напитков и коньяков возрастом до КВ. Вот примерно так. Почему я об этом говорю? Потому что в этих бокалах замечательно убирается спиртуозность. И молодые коньяки и белые дистилляты вам передадут всю ароматику. И не будут вас сбивать с ног с спиртовой основой. Самая универсальная подача коньяка это штольцы. Либо глинкерны. По сути форма этих бокалов практически идентичная. Разница только в том, что в глинкерне уплотнение на дне, а в штольце ножка. Кому что удобнее. Можете приобрести этот бокал. С этим бокалом вы сможете попробовать любой коньяк. Очень универсальный. Также существует Капита, более дорогая версия. Либо Калибри бокал. Вот этот бокал Калибри для тех, кто хочет сэкономить, но иметь достойную посуду. Потому что этот бокал можно купить на зоне в пределах тысячи шесть штук сразу. И вы полностью будете вооружены. Отличие Калибри только в том, что она более мощно передает спиртуозную основу напитка. А это вот прям эталон. Бокалов существует огромное количество. Я не буду сейчас всех перечислять. Но по форме бокала, если подумать логически, схожие, если будут формы, то и схожесть будет в передаче ароматики. Третье правило. Это время. Коньяк создавался очень долго. Хранился в бочках. Потом люди делали ассамбляж. Старались удивить вас своим букетом. Согласитесь, это будет не очень уважительно, если вы налили бокал и тут же его весь выпили. Практически не дав ему время. Поэтому не старайтесь употребить коньяк мгновенно. Дайте ему подышать. Дегустация до часа 30 мл коньяка хорошего это норма. Это вполне правильное употребление. На мой взгляд. Я опять же повторю. Это субъективное мнение. И если вы дадите ему постоять, он вас обязательно удивит своим изменением аромата, вкуса. Поверьте мне. Я прекрасно понимаю, что существует еще такое понятие атмосфера, с кем пить. Все эти моменты, нюансы могут по-разному на вас влиять. Для кого-то это будет более важный момент, для кого-то менее. Ну и четвертое правило. Для кого-то оно может оказаться самым главным правилом. И я акцентирую на этом внимание. Вы можете пить коньяк как угодно. Потому что вы потратили деньги. Это ваша личная жизнь, в которую не позволяете никому вмешиваться. Только сделайте одолжение. Попробуйте выпить коньяк так, как я вам порекомендовал. А потом можете как угодно. Взять рюмочку выпить. А может вы любите наливать в блюдце коньяк. Крошить туда хлебушек. И потом кушать эту мякушку маленькой ложечкой. То есть получается, вы будете кушать коньяк. По чуть-чуть, помаленечку, за маму, за папу. Как угодно его употребляйте. Лишь бы это вам по-настоящему нравилось. Во время записи этого ролика мне пришла еще какая идея. Мне часто пишут в комментарии, что за вечер умудряются выпить 0,5. А то и 0,7 литра коньяка. Зашел замечательно, говорят. Так вот. Мягкость коньяка. Его заходимость. Если можно такое определение придумать. Это обманчивое впечатление. Моя рекомендация. Употребляйте только в меру. 50, ну максимум 100 грамм за вечер коньяка. Плохого вам ничего не сделают. Добавят вам настроение. Если же вы употребляете 0,5-0,7, как я озвучил. То, пожалуй, вам стоит лучше всего пить совсем молодые коньяки, либо белые дистилляты. Вреда вашему здоровью намного будет меньше. Ведь в коньяках содержатся танины, которые вашу голову могут превратить в улей с утра. И чтоб вы не бегали с этим улейом и не искали пчеловода, который выведет у вас пчел из головы. Пейте в меру. Пейте только качественные напитки. До новых встреч. Пока.